В Новосибирске проходит региональный этап рождественских чтений. О пленарном заседании форума в сюжете наших коллег. Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Этой теме посвящены 26-е рождественские образовательные чтения. Пленарное заседание представительного форума прошло в камерном зале Новосибирской филармонии. Важной теме современности будут посвящены встречи в высших учебных заведениях, круглые столы, работа секций. Очень важно донести именно для молодых людей, насколько важно сохранение традиционных духовных ценностей и нравственных ориентиров. Мы в последнее время много говорим о глобальных вызовах в нашей жизни. Кто-то говорит о глобальных вызовах, связанных с природой, с климатом, с голодом, с межнациональными отношениями. Мы видим, что эти вопросы очень важны для нашего современного мира. Но мы должны помнить и о том, что все эти проблемы начинаются с самого человека, с его внутреннего мира, с его духовной жизни. И если человек живет вне рамках духовных отношений, не имеет четкого понятия, что добро, что зло, что допустимо, что нет, то, конечно, от такого человека пристекают проблемы. Этот человек в достижении своих целей готов переступить через других людей. Как никогда важно вспомнить о тех духовно-нравственных ценностях, которые в течение тысячелетий практически сохраняются в нашем государстве. Наша страна строилась на основе этих духовно-нравственных ценностей. И сейчас мы являем всему миру о том, как нравственность должна стоять на первом месте. Мы понимаем, что духовное нарастное разложение ведет к гибели не просто самого человека, не просто социума, в котором человек этот живет, но даже той страны, где такая грязь превалирует над традиционным образом жизни. Примечательно, что в дни работы рождественских чтений состоялось подведение итогов художественного конкурса «Красота Божьего мира». Владыка Никодим вручил его участникам и победителям грамоты и памятные подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова